Во втором задании по аудированию нам предлагают прослушать пять высказываний и определить, какому высказыванию соответствует определенное утверждение. Всего утверждений шесть, поэтому одно лишнее. Так же, как и в предыдущем задании, вам дается некоторое время, чтобы вы успели их прочитать, после чего аудиозапись звучит два раза. Давайте попробуем сделать это задание вместе. Прежде чем мы начнем, давайте прочитаем и переведем заголовки, утверждения, которые нам даются. Говорящий ест только тогда, когда он или она испытывает голод. Как вы видите, здесь говорится he or she, чтобы мы не поняли, кто точно говорит, мальчик, девочка, юноша, девушка, мужчина или женщина. Говорящий утверждает, что ваш вес зависит от того, в какое время вы принимаете пищу. Говорящий советует кушать часто в течение дня. Говорящий утверждает, что вес обусловлен генетически. Сейчас мы прослушаем аудиозапись. Чтобы вам было проще, вы будете не просто слышать звук, но также и видеть скрипты к этим текстам. Таким образом, вы можете и видеть, и слышать тексты одновременно. Конечно, на экзамене вы будете их только слышать. Приступим. Speaker A After reading an article on dieting, I try to watch my calories. Instead of pancakes, bacon and coffee for breakfast at work, I have a bowl of cereal with low-fat milk or yogurt. I hate feeling hungry 30 minutes after a meal. So, I buy fruit in the bags and keep them with me at work. If I'm hungry, I eat an apple or orange or have some juice. Speaker C Never starve yourself. Don't skip your meals. If you skip one, your body uses every calorie you get with your next meal. Go ahead and eat frequently. Three meals a day and at least two snacks. For snacks, eat fruit or vegetables. That will give you energy, but at the same time won't add many calories to your daily intake. Speaker D I've never been fond of any particular diet. I personally believe a person can eat anything they want, if they do so in small portions. Treat yourself to a dessert, just don't eat the whole thing. You can eat fast food, but leave some of it on your plate. And never eat what kids leave on their plates. Speaker E I strongly believe that so much of our weight, appetites and lifestyles are genetic. My mother loved eating. I'm a skinny person like my father. I don't care really if I eat or not. I never feel hungry. Food is not something that I need. It is something that I have to have to survive. True, it's not the healthiest food that I eat, but it doesn't matter. Let's understand the answers. I hope that everything has been done. Итак, первый говорящий рассказывает о том, что необходимо принимать пищу, а не слишком, не следует принимать пищу на ночь. Ключевым предложением является последнее. Таким образом, подчеркиваем, что вес зависит не от еды самой, а от того, в какое время мы эту пищу принимаем. Поэтому ответом послужит номер три. Далее. Speaker B Здесь рассказывается про то, как человек пытается следить за количеством употребляемых калорий. Кроме того, все продукты, которые потребляет говорящий, ну, действительно низкокалорийны. Посмотрите. Low fat milk, yoghurt, fruit, cereal и так далее. Вместо блинчиков, бекона и кофе на завтрак пытаются следовать низкокалорийной диете. Это ответ номер один. C Давайте посмотрим. Человек говорит никогда не морить себя голодом. Don't skip your meals. Three meals a day and at least two snacks. Три приема пищи в день и как минимум два перекуса. Получается, пять раз в день нужно есть и не давать себя морить голодом. Об этом говорится в утверждении номер четыре. То, что есть нужно часто в течение дня. Говорящий под номером четыре, speaker D, утверждает то, что необходимо есть маленькими порциями. If they do so in small portions, treat yourself to your dessert, just don't eat the whole thing. Не съедайте все сразу. Об этом сказано в утверждении номер пять. Это и есть ответ. И пятый говорящий, speaker E. Здесь звучит сразу же в первом предложении такое. И далее объясняется эта точка зрения. Ключевое слово здесь genetic. Это же слово и повторяется в утверждении номер шесть. Таким образом, наш ответ выглядит в виде последовательности цифр, которые мы записываем в бланк ответа без пробелов и знаков припинания. Три, один, четыре, пять, шесть. За каждое совпадение мы получаем по одному баллу. То есть, если вы допустите ошибку, например, вы поставите вместо, например, шестого выражения второе, которое мы не использовали, ответ будет оценен в четыре балла. Если вы перепутаете местами два ответа, тогда ответ оценен в три балла. Но данный ответ будет оценен в пять баллов. Это максимум в данном задании.